озон что вы знаете об озоне я лично знаю то что очень удобная покупка очень удобная доставка и очень легкий возврат а еще я знаю что нас очень сильно пугали озоновой дырой правда сейчас нас не пугают озоновой дырой интересно что будет дальше так скрыть я кстати возврат обмен в течение 60 дней если вы боитесь что вас обманут и под не оригинал кстати я нашел не оригинал но я думаю здесь вопросов ни у кого нет вы можете все вернуть спокойно все вернуть и никаких вопросов что мы сегодня имеем мы сегодня имеем adidas а как известно тот кто носит adidas тот настоящий шанхайский барс ленинградская дом 5 хочу это такое это наверное из магазинов привезли вот модель кстати ничего подобного не унисекс а мужская и а по классическим и 9 размер посмотрите вы только посмотрите на это творение вот именно по этому моменту мы делаем вывод что я первый кто трогает эти кроссовки дамы и господа товарищи земляне говорящие руки обувной маньяк говорит вам бонжур что у вас нового что у вас интересного я хочу поделиться с вами своими наблюдениями как говорит древняя якутская поговорка поднять цену много ума не надо а вот продать по этой цене это уже гораздо сложнее вот буквально недавно я брал вот эти сакане на обзор и покупал я их за 19 тысяч рублей на озоне именно у этого продавца вы видите да что с ценой так что в принципе рынок более-менее устаканивается до практически отсутствуют новые модели ничего нового ничего интересного но цены опускаются потому что кроме цен больше ничего не выросло я имею ввиду зарплаты так что вот это вот мои глубокие исследования анализ рынка я с вами поделился своей информацией вы делитесь со мной своей информацией не забудьте подписаться на самого доброго самого культурного обувного маньяка в мире работаем половой обзор объявляется открытым сегодня наш восхитительном полу восхитительные кроссовки и у меня к вам вопрос вот у меня иногда бывает во время обзора я случайно искажаю информацию при этом приношу свои глубочайшие извинения но меня вот что меня вот интересует посмотрев на эти кроссовки да я подумал о конец весны начало лета открываю о данной модели информацию от продавца я что читаю я считаю что модель рассчитана на любой сезон давайте допустим я отморозок минус 30 январь нужно не без невысокие кроссовки и что мне кажется это как бы да все понятно окей давайте ладно не будем такими быть дотошными мы же абсолютно адекватные люди давайте посмотрим что они себя представляют вот эти фантастические кроссовки естественно спасаем мир от самих же себя и данные кроссовки до 50 процентов верхней части исполнены из переработанного мусора промежуточного подошва здесь у нас восхитительная обычно если вы не знаете что писать дальше пишите просто супер наша восхитительная промежуточная подошва подметка исполнена в виде что такое клавиши пианино наверное не знаю у меня почему-то именно с этим ассоциируется это подметка и я хочу сказать что подметка приклеена к промежуточной приклеена она наглухо она не отрывается в целом модель сделана в классическом адидасовском стиле клея не жалели и возможно даже это хорошо люверс шнуровка выполнена достаточно в таком оригинальном стиле стелька что такое стелька ну так себе обычная стелька а кстати давайте просветим эту модель и кстати фонарик подготовил модель слегка просвечивает соответственно делаем выводы если лето не запретят и если летом будет лето то в принципе эти красотки очень даже подойдут если вы конечно живете не в бангкоке хотя и в бангкоке люди в такой как таких красотках ходят там аду если ты смотришь мой обзор отзовись скажи можно ли по бангкоку ходить вот в этих кроссовках кстати это мой товарищ виртуальному товарищ там аду делает очень прикольный обзор из бангкока и чем он интересен помимо того что он делает обзоры из бангкока он женат на тайке на тайке которая говорит по-русски а там аду это парень из россии который говорит не только на русском но еще и на тайском в общем ссылку оставлю тут тут рекомендую в целом да я всегда говорю что мне нравится черная обувь но в данной ситуации опять же adidas очень клёво выкрутился он сделал вот тут ты части промежу и подметки он сделал вот такой элемент он сделал синий стабилизатор она в общем за счет всего этого adidas всячески пытался спасти эту модель три раза пардон я совсем забыл сказать вам про вот этот резиновый элемент который играет роль фиксации пятки он достаточно мягкие но при этом при всем пятка достаточно неплохо зафиксировано вот эта часть которую я назвал стабилизатором псевдо фиксация она здесь играет я думаю чисто декоративную роль ну и в принципе у них это получилось что я могу сказать приобрел эти кроссовки на озоне за если не ошибаюсь нет я не ошибаюсь четыре с половиной тысячи это по нынешнему курсу где-то порядка 66 евро до евро у нас крепчает вернее рубль у нас крепчает но не суть фишка в том что сейчас на данный момент кроссовки озон приподнял стоимость на порядка тысячу рублей но я скажу так что озон это всего лишь marketplace площадка и он продает чей-то товар в общем видимо кто-то решил чуть чуть подороже продать эти кроссовки мне честно говоря очень интересно посмотреть как они блестят на солнце ну так если вот честно положить руку на сердце неважно как они будут блестеть на солнце конечно же я понимаю что в жизни бывают ситуации когда очень надо а нет возможности этой кроссовки именно вот когда очень надо они ни в коем случае не стоит четыре с половиной тысячи они даже трех тысяч не стоит лично на мой взгляд потому что это это просто кроссовки это просто какая-то субстанция просто эта форма с надписью adidas если без не было надписи adidas мы бы все прошли мимо вы посмотрите вот они мне честно вообще не нравятся и я могу сказать вам одно что лучше иметь одну хорошую клёвую дорогую чем 34 вот такие пары поэтому как бы обувной маньяк в принципе как бы они сейчас не сидели на моей ноге насколько бы они комфортно не были я бы вам не рекомендовал эту модель давайте посмотрим как она блестит на солнце как внизу прям огонь показ моды добывного маньяка объявляется открыто вы только посмотрите как они блестят под индекс стиля на солнце это восторг друзья мои но что касается работы подвески вот такая у нас мягкость хочу сказать ничего особенного что касается супинации про нации сидят они более-менее нормально сидят по факту это 350 изи бусты на минималках вот так они сидят как гласит древне китайская поговорка если черное идет под черное значит принципе все хорошо я решил разбавить столь мрачный пейзаж красными носками и в принципе варенаясь но по-прежнему я придерживаюсь своего мнения что я не рекомендую покупки данные кроссовки что касается в подъеме все хорошо и что касается длины мой палец вот тут находится конечно можно взять на пол размера больше когда будет дискомфортно в ширину никакой фиксации в этом месте нету кроссовки как кроссовки enjoy и надеюсь вам понравился мой сегодняшний обзор очень интересно ваше мнение по данному экземпляру лайк дизлайк увидимся когда увидимся